А теперь подпишись на наш канал А теперь подпишись на наш канал Историческое место знаменитого сражения Победитель Девкал Македония Проигравший капитан Они Греческие города Отлично 253 год до нашей эры Как раз сейчас 253 год Уже второе такое место у нас И тем временем мы чуть-чуть продвигаемся На северо-запад Городу Повстанческому И так же флотом Закрываем вот этот пролив Вот этот Аполлония гор Называется Что у нас еще есть Кроме Дерзости И храбрости И безумия Так канализации обязательно строим Нам не нужен второй мор Вторая чума И делаем ход Тем временем Наш посол уже почти подошел А вот Подошел Отлично Сейчас с карфагенами будем дружить Я вам отвечаю Он ненавидит римлян так же как и я Даки Ну Только небольшое перемирие Затишье И обязательно кто-то нападает Это Просто Я не знаю как это Назвать еще Просто правила жизни Торговые привилегии Давай Нужно немедленно Отлично Молодец Хочешь показать карту Отлично Давай союз Отлично Давай правопрохода Куй железо пока горячо А не Не хочешь Ну ладно Ладно Потом Потом мы с тобой Еще поговорим А ты не хочешь Если я тебе дам Немножко Денег Например Так у меня Четыре пятьсот шестьдесят девять Да Давай тысячу Ну хорошо Ладно Ладно Я тебе прощаю эту дерзость Ну все же Ты мне дашь Потом правопрохода Ну да Путь Прегражден Дипломат Ну это понятно Поселение в осаде Белозора Даки осадила наш город Трусливые собаки Я вас потом Накажу Кто у них тут такие Какие-то Боевая группа Фольксмены Группа лучников Бомжи Без футболки Без доспех Новый член семьи Строительство Набор Война Дакия Македония И союз Союз Это хорошо В Фессалониках У нас уже Приличный такой отряд Собрался Давайте Мора уже нету Вот так отведем Немножко На подкрепление Пришлем Может быть Еще кого-то Нанять Так Рекруты Копейщики Легковооруженные Копьеносцы Так Сделаем Два отряда У нас там Еще два отряда То есть Включая Военачальника Получается Четыре отряда Будут кониться Еще два кораблика Наймем Агент Дипломат у нас есть Отлично Фракийский дипломат Прекращение огня Давай уже поживем В мире Конец войне Возможно Со временем Ну хорошо Не хочешь Давайте подкупим Мои слова пусты Скотины Сейчас же Не хватает у нас Просто денег Вот и все Так Египетский флот Нейтральное отношение Почему? Мятежный? Да Автобой Безоговорочная победа Хорошо Вот блин Египтянин Встал там Теперь не дает нам Проплыть Хорошо Так Ты пошел Вон отсюда Видите Корабль стоит Я уверен В том кораблике Тоже есть какие-то войска Слева от нашего Военачальника Что построить? Дворец Тут тоже В принципе Надо дворец Строить Порт Построим Больше мы ничего Не можем строить У нас 109 Золотых монет В казне Всего 109 монет Представляете Какая бедная У нас Фракция Ну что В принципе Можно делать ход Спарта Без стен Сидят Давай уже Строи стены Я скоро Приду И буду Тебя морить Голодом Потом уничтожу Всех твоих Жителей И обращу Всех в рабство Рабами Станут Ваши дети Ваши старики Ваши женщины Рабами Станут Но не вы Нет К полудню Наши стрелы Словно тучи Закроют Закроют Солнце Тысячи народов Македонской Империи Набросятся На вас Так Тоги Хода Постройка Завершена Фермон Поля У нас Да Так Хорошо Так 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 Давай еще Всадника И вот этих Вот рекрутов Копейщиков Они вроде Посерьезней Чем Аполчинские Гоплиты Вот эти Вот Сволочь А ты посмотри Че делает В осаду Взял порт И этот Опять высадился С катабаза Давай разберись С ним Или ладно Иди вперед Не будем Отвлекаться Захватим Аполлонию У нас будет Еще один Город Отлично Готовьтесь К бою Низкие Налоги Тут что Тут и так Низкие Давайте Толпу Наймем Или Пельстатов Два отряда У нас будет Четыре Так Три Шесть Семь И Нет Вот так Сделаем Отлично Четыре Таких И четыре Таких Вот и порядок Чуть повысился Видите Как хорошо Развертывание Сражений Напал На наш Лоб Дурачок Мой повелитель Ну тут Карфаген Сидит Да Хозяин Интересно Кто у нас Здесь Пойдем В Испанию Девакал Девакал Вернее Девкал 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 Причем Причем Не старший Давай Где Где У нас Да Что-то Надо Делать С этими Датчанами Дак Немедленно Подворить Не хочет Подкупаться Слишком Честный Либо у нас Слишком Мало Денег Отогнать Мы его Сможем Три Отряда Осадных Построек У него Фолксмены Какие-то Без Футболок У него Все Без Футболки Боевая Группа У нас В принципе Тоже Эти У нас Только Гоплиты Ополченцы Здесь Может Вот этих Еще Отправить Ну Чтоб Наверняка Понимаете И вот Этих Тоже Чтоб Наверняка Не Доходят Сюда Надо Нанять Кого-то Вот так Шесть Отрядов Спартанец Немножко В шоке Сейчас Наверное Прибывает Вместе С Брусом Не понимает Че происходит Такое Ладно Низкий Оставим Они Еще Не готовы К таким Серьезным Переменам Ах ты Сволочь Приплыла Смотри Мы Победили Да Господин Да Флот Переобучить Лучше Так Не понял Кто Это Его Осаждает Даки Да Ты Что Ну Это Жесткие Ребята Я посмотрю Ну Не Затащим Давайте В осаде Посидим Посмотрим Может Он Отхватит От Этих Повстанцев И Мы Просто Возьмем Город Обессилевшийся Так 1600 Против 624 Автобой Говорит 50 на 50 Что За Бред Что За Идиотия План Который Невозможно Изменить 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 Плохой План Публисир Просто Я думал Сначала Написано Измерить Поэтому Так И Прочитал Сегодня Исторический День Легенды О нашей Храбрости Будут Написаны Кровью Наших Врагов Да Кровью Наших Врагов Написано Итак Пусть Вашим Кличем В этой Битве Будет Победа Победа И слава Победа Победа И слава Все Больше Ничего Не толкнешь Хорошо Так Так А сейчас А сейчас Почему-то Автобой А ну Понятно Еще Подкрепление Не подошло Поэтому Поэтому Так Боевая Группа Боевая Группа По 103 Человека Тут 82 Тут 121 70 73 80 Ну Блин Я не знаю В принципе Можем Затащить Военачальник Давай На площадь Посиди На площади Посиди Или Вот здесь Посиди Типа Ворвемся Неожиданно Если он Сломает Ворота Но он Определенно Сломает А мы Вот здесь Встанем Такие Раз Как ему Дадим С фланга Типа Незаметно А этих Поставим Вот здесь Где-то На Не помещайтесь Ну Давайте Как-то Встаньте Уже Ну Ну Почему Ну Вставайте Вот Вот так И вы Сюда У Два Отряда Он будет С флангов Идти Наверняка Поэтому Поставим Вот здесь Вот Если Че Их Будем Распределять Ваше Подкрепление Прибыли О Еще и Подкрепление У нас Отлично Сейчас Подойдем Мы Своими Гаплитами И Вам Жопа Будет Плюс У нас Еще Там Четыре Отряда Всадников Ну В общей Сложности Ох Какая У меня Армия Вы Посмотрите Огромные Кстати Посмотрите Гаплиты Ополченца В отряде Всего 75 Человек Ну 80 А у этих 120 Есть Разница Конечно же Есть Почти В два Раза Надо было Их Изначально Создавать Военачальник Стоит Тяжелая Пехота Пехота Я надеюсь Вы справитесь Три Отряда Ускоренный Марш Сейчас Мы его Убьем И у них Боевой Дух Сразу Упадет Упадет Ложки Да мы У вас Просто Сейчас В пыль Сотрем Вы Че Че Вы Че Считаете Что Вы Нас Порвете Да Вы Глупцы А ты Не успеешь Убежать Продолжаем Давление Чтобы Сломить Сопротивление Его Армии Ну-ка Ребята Давайте Вперед Все Затоптали Стрелки Стрелков Вражеский Полководец Мертв Его Люди Знают Что Их Судьба Решена Стрелков Сейчас Добьем Вот Так Все Побежали Ну-ка Давайте Легкая Пехота Легкая Пехота Давайте Боевую Броку Давить Лучше Это Сейчас Сзади Зайдете Что-то Нехорошо Было Не Сзади С фланга Какая разница Вот Им Можно Сзади Дойти Сломал Ворота Молодец Красавчик У тебя Уже Армии Не осталось Ты тут Ворота Ломаешь Причем Моя Кавалерия Опять Все Зарешает Вообще Ах Пидор Все Гоплики Пошли Вперед а кавалерия пусть чуть-чуть одарнет куда вы идете я же сказал убивайте их вы тогда их убивайте раз они такие пупые вы вроде посообразительней ой все что одной кавалерии разбил всех да это смешно вы даже не дали моим воинам опробовать себя в битве не можно было просто три отряда конница отправить и все что ли а я отправил столько людей думал там жесткие ребята и колено это вообще не серьезно о это кто такие вы типа вернулись или чё разберитесь и тоже не сто без дела помогай своим корешам ну не успеет выскакать что-то у меня один отряд победы враги показали чего не стоит на самом деле они не солдаты пуганные кролики ну все в принципе можно выходить из битвы мы победили заговорочная победа это победа 99 человек он у нас забрал все воинское искусство основано на обмане сун цзы победа да только не арито что-то он не атакует он держит в осаде и там в городе почему-то все меньше и меньше людей остается переобучаем воинов как переобучим я выберу наиболее таких крутых и отправлю куда-нибудь на новые земли осваивать так сказать ах ты падла ты чё хочешь ты чё дурак готовы поднять этих добейте уже достали можно этих добить дорогу может построить так давай автобои эти он даже не не может никуда убежать так как мы его флот разбили и в этом городе так у нас получается два города без наместника да вы чё издеваетесь 471 против старше сиди все одного и 50 на 50 чё за идиотизм так и у меня еще командование там семь звезд почти или сколько ну блин а ой господи я думал на автобой быстро с вами разобраться нет не все так просто говорит искусственный интеллект говорит бейся а если сделаешь автобой я сделаю так что ты проиграешь а где речь великая ладно хер с ней два отряда каких-то гоплитов а давайте дайте лучше так выведем их сначала из города дальше посмотрим он даже видите он даже убегает уже сразу горит на храм не это надо почему он не отступил тогда сразу и почему сейчас у меня искусственный интеллект показывает что у меня боевой дух и шанс выиграть больше а там показал 50 на 50 бред или 106 от 1 человек у него силу я бы конечно его гоплитами сейчас сдавил бы но они долго бежать будут а кавалерий она быстро в принципе я думаю догоним куда он убегает где битва лишь принял битву чё ты сейчас убегаешь надо было сразу бежать отходить через сидел а сейчас уже поздно понимаешь наверняка понимаешь что это конец твои сраные сраный конец твои сраные жизни давай давай иди 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 ты ж такой крутой у нас спорим машину все кончился один отряд Победа. Кажется, продолжит. Надо было сразу бежать. Еще часто бежать. Вы хотели умереть, что ли? Вот вы погибли. Неужели ты думал, что ты двумя отрядами каких-то зассаных гоплитов возьмешь целый город с такими стенами? Ой, дурачок. Славная победа! Кажется, она славная. Вот только теперь переобучать опять воинов надо. Ненавижу переобучать. Итоги входа. Увеличение характеристики. Лариса. Так, сообщение на боли. Делаем ход. Ну, хоть радует то, что дела пошли вверх у нас. А то мы все защищались и защищались. Так, он все-таки взял Аполлонию. Давайте теперь мы его воссаду возьмем. Посаждаем поселение, господин. Я надеюсь, они справятся. Так, город расширяется. Это хорошо. Ведь и при нас только город начинает расширяться. А он там сидел, ничего не строил. Только засирал своим присутствием город. Так, никто не плывет, надеюсь. Давайте вот сюда встанем, чтобы никто точно не приплыл. Итоги ввода. Ой, что я сделал? Финансы. Прогнозируемая прибыль 4 динария. Всего 4. Надо что-то делать. Нормальные налоги. Очень высокие налоги. Низкие. Нормальные. Высокие. Нормальные. Высокие. Да. Дохода у нас мало. Ну ничего, мы заключили новое торговое соглашение с Карфагеном. Я думаю, принесет нам это прибыль. Сообщение строительства и сообщение о наборе. Дипломатушка, давай в Спарту иди. Поговори с ними. Может они захотят стать нашими подданными. О, это кто? Нумидийская столица. Поговорим с ними. Греческий флот. Не доплывает. Ну ладно. Сдаем ход. Падла. Явно у него лучше войска. У меня всего три отряда каплитов ополченцев, пельтасты, 4 и 1 отряд лучников. Ну и главнокомандующий. Лучше отойду. Лучше отступить. Египтянин теперь там его зажал. Хорошо. И этот сразу прибыл. Вы посмотрите. Супер. Мы победили! Господин. Ладно, давай поможем. Короче, я так понял. Отсюда флот лучше вообще не убирать. Город растет Белозора. Блин, ребята, вы издеваетесь? У меня нету столько денег. Это слишком дорогие постройки. Объявлен союз итоги хода. Так, все, переобучать никого не надо. Можно зато выискать, это выводить. И куда-нибудь до повезти. Я даже главнокомандующий тебе, да. Я вот думаю, на Дакю пойти, на Стифов вот этих вот, или в Константинополь. Лучше, наверное, в Константинополь. Все-таки это тоже наш город. Ваша честь. А мне нужно немедленно поговорить. Блин, повстанческая армия. Все, переобучать никого не надо. Ну, Брут, достал уже. А, мы с ними и так уже торгуем. Жаль, жаль. Зато обменялись картами. Ох, какой жесткий. Да, ударил прям. Молодец. Сенат и граждане Рима что-то хотели предложить. Видимо, подкупить нас хотели. Или еще что-то мерзопакостное свое предложение. Автоматом отказались. Да ты что. Ну, давай, давай. Когда я уже наберу себе нормальную такую полную армию воинов, чтобы просто на автобои их выносить. Я уже устал сражаться каждый раз, блин. Вот. Сейчас у нас другая будет тактика, друзья. Видите, у нас столько гоплит и один отряд кавалерии. Сейчас попробуем что-то замутить. Вот сюда на край карты я и поставлю. Ага, вон он. Пусть сам по себе идет к нам, что-то пыхтит. Я буду его здесь ждать стоять. Потом окружу его и заколю этими пиками. Постарайся. Поставим крутую такую формацию. Вперед! Вот этих реально много. По 120 человек в отряде. Не то, что там не держал киев 80 человек. Реклые копейщики. Это уже реальные войны, а не какое-то там ополчение. Отряды, поторопейся. Теперь можно формацию вызвать. Отряды построены. Типа моих пельтастов. Зима, как непривычно. Ужас, посмотрите, какая стена копий просто. Марс! Быстрее! Стоять! Вперед! Эти, по крайней мере, не с голым торсом. Какая-то броня у них есть. Какая-никакая, но броня. А эти с голым торсом и тут зимой, блядь. Попробую обойти их и сзади. И сейчас, конечно, пусть он сначала атакует. Чтобы вот этих застретчиков его ставил в одиночестве, тогда я и нападу. Все, пошел. Ой, побежали трусливые собаки. Черти. Атакуйте их. Кстати, у него, они так и называются, пельтаста, как говорится. Я думаю, как-то наоборот. Уходите, уходите, ребята. Нам не нужны жертвы. Рано или поздно у него закончатся снаряды. Ему надо было что-то делать. Или убегать, или погибать. Просто он тяжелой пехотой прикрывает своих стрелков. Да видите, что делать. Эх, двоих лошадников потеряли. Он типа убегает, но он вернется, это точно. Ладно, что я стою? Это пути. А чтобы они не вернулись, их надо добить. Это за нами бежит. Или от этих убегает, не знаю. Давай, давай, добивай их. Ладно, давайте числом возьмем. Отходим в сторону. Эй, от печи убегаешь. Мэрш, иди сюда. Или он сюда бежит. Нет, он убегает. Скотина. Выбеги. Трусливый пёс. Мэрш. Безоговорочная победа. Если получится, я его сейчас добью. Ишь, чё удумал, напал на нас. Дурак. Добить не получится, он куда-то далеко убежал. А вовремя с ними законтактировал. Блин, жалко, я походу не могу переходить с одного континента на другой. Агент разоблачен. О, стены построил. Где этот агент? Не знаю. Так, с кем поговорить? Ну ладно, давайте со спартанцами. Не хочешь прекратить огонь? А мне нужно немедленно поговорить с ним. И при этом... При этом... Согласитесь, или мы атакуем? Ну это глупо, конечно. Тогда давайте стать протекторатом. Соглашайтесь, или мы атакуем? Наша свобода драгоценна и не отдается просто так. Ну конечно. А мне нужно немедленно поговорить с ним. О, 3200 динариев. Отлично. Подкупили мятежную армию. Конечно, всего два отряда осталось. Но не беда. Чем с ними сражаться, биться, блин. Так в Ларисе там город расширяется. Лучше купить. Зачем проливать кровь наших солдат? Британия с Галлией воюют. Так. Брут осаждает. И цезарь приплыл. Хорошо он не высадился. О, там агент побился. Греческий шпион. Ты уже скоро от старости должен погибнуть, тварь. Ладно, на этом я думаю все, дорогие подписчики. Ставьте лайки. Подписывайтесь на канал, кто еще не подписан. А мы с вами увидимся в новой серии. До скорого. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok.